Всем привет! Меня зовут Владимир, и раз вы сейчас на научно-популярном канале QWERTY, это значит, что вы пришли за порцией самых интересных новостей науки за последнее время. Что же вы узнаете из этого ролика? Как быть, если группа плацебо у спутника V1 к 3? Как звучит древнейший музыкальный инструмент? Какие страны впервые добрались до Марса? Как менялась кора земли за миллиард лет? И другие интересности. В прошлом ролике лучшей новостью опять была признана новость про что-то, что можно сделать своими руками. А именно про то, как сделать дерево прозрачным у себя дома. И мы с нетерпением ждем видео с вашими домашними экспериментами. В комментариях уже написали люди, у которых дома были все ингредиенты для того, чтобы обесцветить древесину и сделать ее прочной и светопроницаемой. А еще в комментах вполне ожидаемо отписались, много так отписались те, кто, мягко скажем, скептически настроен по отношению к вакцине спутник V. Что ж, к сожалению, лишь несколько человек из сотен оперировали данными, в том числе и статьи журнала Lancet. Остальные же выплеснули шаблонные обвинения в ангажированности. Я даже пополнил свой словарный запас несколькими словами из комментариев. Кстати, да будет вам известно, что я, ваш покорный слуга, собираюсь поставить себе вакцину и сделаю это в медцентре города Иннополис в ближайшее время. А теперь несколько моментов. Некоторые аргументы из комментариев действительно стоит прокомментировать. Не было группы плацебо? Группа плацебо была. Соотношение плацебо к вакцинированным составляло 1 к 3. Это считается нормой при проведении клинических испытаний и было заявлено заранее. Статистика работает на таких выборках, потому что она чуть сложнее, чем расчет пропорций из школьной программы. Изучите дизайн третьей фазы у вакцины Johnson & Johnson и попробуйте найти данные о размере группы плацебо. У меня не вышло. В протоколах американская Novavax на 20 тысяч вакцин приходится 10 тысяч плацебо. Более того, заявление о том, что от группы плацебо у спутника отказались, относятся к концу декабря. Даже мы выказывали беспокойство по этому поводу. Правда, добровольцам, испытывающим спутник Ви, прекращают вводить плацебо. Из-за того, что надо останавливать пандемию и люди самостоятельно приходят за вакцинами. Некоторые эксперты заявляют, что из-за этого мы рискуем так никогда и не получить достоверных результатов третьей фазы исследования. Но время покажет. Однако, статья в Ланцете явно указывает на то, что результаты исследования относятся к ноябрю. В этот период времени ни о каком отказе от плацебо речи еще не шло. И третья фаза клинических испытаний проходила в соответствии с протоколом клинических испытаний. И по достижении определенного количества заболевших можно было подводить итоги. Единственное, что здесь стоит добавить, так это то, что третья фаза все еще не завершена. А итоги все еще промежуточны. Ну так она и для Pfizer тоже еще не завершена. Серьезный аргумент от Виталия. Исследования спутника проводились только в московских клиниках. А Pfizer по трем континентам испытывали. Верно. Москва и Россия это разные реальности. Но приведем вот этот скриншот. Результаты этих испытаний мы еще увидим. Они будут появляться с апреля по декабрь. Далее. Я не уверен, по какому критерию комментатор относит страны к категории банановых республик. Якобы только такие страны допускают использование спутника у себя. Но вот как минимум объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Аргентина, Сербия явно расстроились бы, узнав о такой классификации. Нью-Йорк Таймс качественно отслеживает все апдейты по вакцинам. Актуальную информацию можно брать там. Далее. Вопрос о финансировании исследования и претензии к тому, что оно финансировалось российским фондом прямых инвестиций Сбером и Русалом. При том, что центр Гамалея это структура Минздрава, а то бишь государство, то и средства на испытания выделялись государством. Ну как бы нашим государством. Провести грань между Сбером и нашим государством все еще сложно. А Дерипаска? Давайте так. Средства требовались значительные. О каком-либо мировом фонде исследования вакцин я не слышал. Мог ли здесь сработать краудфандинг? Ну, где-нибудь на Планета, Ру или с помощью Ассоциации врачей России? Сомневаюсь. А раз не получилось с краудфандингом, то пришлось, как обычно, задействовать олигарх-фандинг. Так-то и Ротенберг мог на себя это взять. И напоследок, вот Виталия смутило то, что за 30 дней перед прививкой испытуемым не должны были ставить другие вакцины. Теряюсь в догадках, зачем нужно допускать смешивание двух вакцин в третьей фазе, спутника, и насколько это добавило бы объективности статье. Итог. Кверти за критическое мышление. А несколько ссылок для формирования собственного мнения мы, как обычно, оставляем в описании. Требуется либо уверенное знание английского, либо уверенное владение Google Translate. Ну а чтобы хоть немного отвлечься от серьезных вещей, предлагаю погрузиться вглубь веков, на 18 тысяч лет. Тогда о прививках не спорили, просто рай для антипрививочников. Это 30-сантиметровая раковина морской улитки, которую обнаружили в пещере Марсулас в предгорьях Пиренеев и почти 100 лет не трогали и не исследовали. Как оказалось, зря. На ней имеются следы пигментов, схожие с теми, которые использовались для раскрашивания стен пещеры. У нее отломан кончик, а далее просверлено отверстие, лежащее с входным отверстием на одной оси. Также есть следы обработки на верхней губе. И все это, скорее всего, было сделано специально, чтобы превратить раковину в рог Гондора. Ну, точнее, в конх, аналог горна или рога. В качестве мундштука, который вставлялся в отверстие, скорее всего, использовали полую птичью кость. Ничего подобного в культурах палеолита ранее не было обнаружено. Но как проверить, действительно ли это древнейший музыкальный инструмент? Нужен музыкант и музыковед. Несмотря на повреждения, из раковины получилось извлечь три ноты. Вот они. Это почти до, до диез и ре. А теперь представьте, как эти звуки сопровождаются барабанами или бубнами из кожи буйвола. И погрузитесь в духовный мир носителей Матленской культуры. Не зря мы таки недавно вспоминали китайского фантаста Люцесиня. Первая китайская морсианская миссия Тяньвэнь-1 вышла 10 февраля на орбиту Красной планеты. Переводится название миссии как «Вопросы к небу». 202 дня заняло путешествие аппарата сквозь космическое пространство. За это время провели 4 корректировки траектории. Через 3 месяца миссия выполнит и второе свое предназначение. Спустит на поверхность Марса посадочную платформу, с которой скатится 240-килограммовый китайский марсоход на солнечных батареях. Первое предназначение миссии было, очевидно, удивлять и поражать. И да, Китай может стать второй страной, спустившей двигающийся ровер на Марс. И нет, на самом деле в миссию заложена достаточно мощная научная программа. Для этого и орбитальный зонд, и марсоход снабжены научными инструментами, суммарно в количестве 13 единиц. В планах геологическая и морфологическая карта Марса, его внутреннее строение, изучение грунта и льда, в том числе в качестве потенциального источника воды в будущем, а заодно изучение климата и ионосферы. Зонд будет выполнять еще и функцию ретранслятора, отправляя сигналы ровера на Землю. Китай ожидает, что ровер проработает не менее 90 солов, то есть марсианских солнечных суток, то есть примерно 93 наших дня. А программа зонда рассчитана на год марсианский, то есть почти 700 наших дней. Для поддержки этой миссии Китай использует и суда космического слежения, и новые наземные станции дальней космической связи. И вообще, это крайне важная миссия для Поднебесной. Кстати, у ровера все еще нет имени. Говорят, что он получит его по результатам народного голосования. Но Китай — это не единственная страна, которая порадовала нас на днях. 9 февраля Объединенные Арабские Эмираты также вывели на орбиту Марса межпланетную станцию Аль-Амал «Надежда». Ну и в связи вот с этими именами сразу вспоминается анекдот про то, что Советский Союз запустил в космос Валентинку. Но ответа так и не получал. Запущен аппарат был примерно в то же марсианское окно летом прошлого года, что и Тяньвэнь-1. Рассчитана научная миссия зонда на изучение атмосферы. Каков ее состав и распределение воды, пыли, льда? Как работает смена сезонов и движение масс? Как быстро Марс теряет атмосферу? Приступит Аль-Амал к двухлетней программе в мае после этапа тестирования научного оборудования спектрографа, спектрометра и мультиспектральной камеры. А вот это не фотошоп. Это настоящий кратер на Марсе, называемый кратер Галли или кратер Смайлик. Он здесь, чтобы поддержать космическую программу Роскосмоса и Европейского космического агентства, а конкретно вторую миссию Экзомарс, которая должна стартовать в 2022 году и спустить на поверхность марсоход Розалинда Франклин. Кажется, название было выбрано не через народное голосование, на спускаемой платформе Казачок. Ну а первая миссия недавно отличилась, отыскав в атмосфере Марса ранее не обнаруженный там хлороводород, что ставит вопросы о новых, неизученных ранее химических циклах на этой планете. От дома будущего, по версии как минимум Илона Маска, к дому настоящего, по версии остальных 7,9 миллиарда человек. Совсем скоро мы покажем видео Wait For It, которое впервые демонстрирует непрерывный процесс движения литосферных плит Земли на протяжении последнего миллиарда лет. Это работа международной группы ученых, способная не только в какой-то степени объяснить тайны развития сложной жизни, понять процессы в глубинах Земли, влияющие на химию мантии, потерять тепла через океаническое дно и вулканизм, но и найти ресурсы для снижения выбросов углерода в дальнейшем. Для человека тектонические процессы имеют скорость роста ногтей. Но если ужать миллиард лет в 40 секунд, то становится понятно, что континенты никогда не находились в покое. Антарктика когда-то была райским уголком в районе экватора. Океаны расширялись и исчезали. Смотрите, как мило, мировой океан. Интересно, был ли там мировой змей? А континенты сталкивались, образовывая суперконтиненты, и дробились на составные части. Литосферные плиты постоянно взаимодействуют между собой, будучи управляемыми потоками в мантии. На стыках происходит жара, как на Камчатке, а в Тамбове, который расположен посреди плиты, о землетрясениях не слышали. Тектоника Земли, по-видимому, зародилась более 3 миллиардов лет назад, но заглянуть пока удалось только на 1 миллиард. А еще совсем недавно прошлое далее 200 миллионов лет было практически закрыто от нас. Океаническая кора старше этого возраста уже вся ушла вглубь Земли, зарылась под литосферные плиты. Модели, описывающие более ранний период, конечно же, существовали. Например, показывающие нам Великую Родинию или Гондвану, суперконтиненты седых времен. Но все они носили локальный характер, относящийся к конкретному временному периоду и региону. И за 4 года ученые смогли объединить 4 основные модели, собранные в разных системах отсчета, палеомагнитной или мантийной, при помощи разных методов определения координат в одну единую. Не обошлось без множественных корректировок и разработки единых метрик перемещения полюсов, но итогом стал таймлапс тектонических процессов от Неопротерозоя до современности, от Родинии до Пангеи, а потом и Евразии. Ну а тем, кому не хватило новостей из сегодняшнего выпуска, это все спутник. Рекомендую прямо сейчас заглянуть в наш паблик ВКонтакте. В нем мы каждый день публикуем столько новостей, сколько засветилось в сегодняшнем ролике. На этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайк этому видео, делитесь им со своими друзьями. Не забудьте подписаться на Кверти здесь, на Ютубе, в Инстаграме и Телеграме. И до скорых встреч. Пока!